Всем здрасте, меня зовут Лилия, я занимаюсь в учебном центре по подготовке к ЕГЭ Годограф. Я занимаюсь литературой и математикой. У каких преподавателей? У Эльдара и у Елены. Что вам больше занимается занятие в центре? Это, пожалуй, группа и атмосфера, которую создает преподаватель. То есть он поддерживает, помогает. Если что-то не получается, он как-то подводит на ответ. И в целом ты усваиваешь материал. А вы любите предметы, которыми занимаетесь? Да. Ну, если честно, математика дается мне с трудом, но Эльдар как может ведет меня по этой дорожке. А литература мне нравится прям. Я чувствую там себя как дома. А в группе вам комфортно среди? Да, очень. Хорошие ребята, хорошая атмосфера. Елена тоже, она добрая, она не ругается. Мне это нравится. Хорошо. А преподаватель вам что больше всего нравится? Пожалуй, выдержка и терпение. Особенно в Эльдаре. Потому что математика абсолютно не мой предмет, но он достаточно хорошо меня поднял с моего нулевого уровня. А в Елене мне нравится то, что она поддерживает. Даже если что-то не получается, она говорит, ну как же, вы сможете, вы все знаете. Это помогает. Хорошо. А знания по предмету улучшились ваши, как вы считаете? Да, конечно. Потому что когда я пришла, математика у меня была на уровне «мама, я дерево». А сейчас я даже вот на четыре пишу пробники. По литературе, да, абсолютно, потому что для меня теория по литературе была просто как что-то непонятное, как другая вселенная. А сейчас я даже могу с точностью сказать, где в стихотворении ямпа, где хорейка. Вы могли бы посоветовать элгодограф своим знакомым, друзьям? Да, конечно. Если у кого-то проблемы, все элгодографы. Почему вы решили заниматься именно элгодографом? Как получилось, что выбор упал именно на наш центр? На самом деле нашла ваш центр моя мама. Мы с ней вместе шерстили интернет, и она нашла какие-то положительные отзывы. И мы решили, что молодые специалисты, они лучше объяснят материалы, и они просто знают саму специфику ЕГЭ, принцип, задачи. И как-то будет проще установить контакт с молодыми ребятами. Хорошо, Лима, теперь последний вопрос, наконец. Годограф – это не только название нашего центра, но это еще что-то другое. Как вы думаете, что именно это? Я читала, это какая-то фишка, по-моему, в геометрии или физике. Это какая-то линия, что-то такое. Ну, я смутная, у меня смутные представления об этом. Но я это слышала. Хорошо, что действуют какие-то. Ладно, спасибо.